Вот я сначала хочу сделать объявление. Мы с Николаем Анисимовым друг друга анонсируем. Он меня, я его. У него будет следующее выступление 8 мая. У него уже практически все билеты проданы, но там еще совсем немножко есть, так что я очень рекомендую вам, кто успеет, купить оставшиеся. Судя по тому, что у него практически всегда аншлаги, надо понимать, что просто так люди не ходят, что это интересно, что это... Ну, он, во-первых, настоящий мастер, он подполковник запаса, он в Сирию бывал несколько раз, он пишет про то, что хорошо очень знает про военную авиацию, вообще про военных, и это качественная работа, очень рекомендую. И следующая песня, с которой я начну, она, как бы сказать, тоже навеяна его творчеством. То есть у него есть самая известная песня, это «Летчик должен летать», вот, а там есть такие слова, к земле меня часто хотят привязать, но «Летчик обязан, он должен летать». Я вот эту строчку «Летчик должен летать» так в голове прокрутила, думаю, так. Она вот стала отправной точкой для моей песни, которая тоже называется «Летчик должен летать». «Летчик должен летать», «Тут все просто и ясно». «На себя, значит, вверх, а от себя, значит, вниз». «Летчик должен летать», «И при том безопасно, и это вовсе не блажь и ничей догабликс.» «Сварщик должен варить, кто-то должен вшить тапки, «Если вор своровал, сыщий должен сыскать». «Лекарь должен влечить, бизнесмит делать бабки». «Техник должен технить, а «Летчик должен летать». «Не копать, не стрелять, не размазывать масло». «По толсту, как Рембранд, чтоб шедевр написать». «Летчик должен летать в ясный день и в ненастный». «И еще по ночам, когда хочется спать». «Летчик должен летать в ясный день и в ненастный». «Кто-то должен мешки, да, наверное, наворочать». «Кто-то словом надевает и его вдохновляет». «А летчик должен летать, потому что он летчик». «Вот если бы счетчиком был, должен был бы считать». «Я, быть может, не прав, я хочу на гоше базы». «И, возможно, меня кто-нибудь упрекнет». «Каждый делом свой должен, мол, заниматься». «Летчик должен летать, пусть перкоров поет». «Каждый должен пахать, по возможности классно». «И тогда будет все, и у всех зашибись». «А летчик должен летать, тут все просто и ясно». «На себя, чтобы вверх, а от себя, чтобы вниз». «Спасибо. Jesus. «И тогда, вы мне прислали п presentationmentsov По латсапу клип на эту песню, я не знаю автора, но там прям вот каждая строчка показывает, что ребеночек должен летать, он идет в самолет, садится, летит, вверх, значит, потом мешки кто-то ворочает, потом Владимир Вольфович вдохновляет на это дело. Ну и так вот, каждая строчка, там прям вот такой кратко проиллюстрирована, каждая строчка, каждое слово. Я укладываю вконтакте, в своей группе и на фейсбуке тоже. Если кто-то еще не видел, интересно, можете посмотреть. Ну ладно, тогда так, делаем замену равноценную. Падабадай, 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 падабадай. Я заглянул в ее глаза, в ее глазах была гроза. Весенний ливень колокольчик полевой, и ветер мне шепнул листой, на свете нет другой такой. Ты береги её и сердцем и рукой. Она смеялась надо мной, Своей улыбкой озорной, Не говорила мне в ответ ни да ни нет. А ветер вновь шептал ей след, Круглой такой на свете нет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. А мне не впрок и не вдомёк, И не хранил и не берёк. И оказалось так нетрудно потерять. И ветер тихо же шептал, Ну что ж ты так не удержал? Я промолчал, а что сказать? Ну что сказать? Я найти её опять Хочу и больше не терять. От любви, как от себя, не убежишь. В году любом, в краю любом, Так много песен про любовь. Да потому что про любовь Вся наша жизнь. Называется ещё раз про любовь. В общем, когда я был лётчиком, я летал, как и все лётчики, иногда с проверяющими. Проверяющие бывают разные. Как это, которые пролетарские, которые буржи разные. И вот так даже шутка ходила, что много, как не много, но как-то не единичные случаи были авиационных происшествий именно с проверяющими на борту. Поэтому, когда с проверяющим летишь, всегда такая мысль, надо бы за вредность доплачивать. Ну и я когда-то давно-давно услышал от товарища вот эту фразу, это не моё. Он сказал, что на самом деле ты не понимаешь. Проверяющий не враг, а хорошо замаскированный друг. Ну и как-то я, основываясь на этой фразе, эту песню придумал. Печали не знал я вчера ещё, А нынче смеяться не хочется. Сегодня летим с проверяющим, Не знаю, чем всё это кончится. В кабине будет целый день ажиотаж, И нервотрёпкой, конечно, не уют. Не любим даже образцовый экипаж, Когда в работе нам помехи создают. Мы будем предельно внимательны И грамотно примем решение, Но он всё равно обязательно В работе найдёт нарушение. А после будет на разборе выступать, Что мы как следует работать не хотим. Что если мы и дальше будем так летать, То без сомнений однажды залетим. Увидит, услышит он всё вокруг, Да ужасно тренированный. Мы знаем, что нам не враг, а друг, Но тщательно замаскированный. В кабине будет целый день ажиотаж, А где запарка, там гарантий не дают. Не застрахован от ошибок экипаж, Когда в работе нам помехи создают. Он любит и лётчик и, Он грамотный лётчик и знающий, Но кажется это не только мне, Что каждый полёт с проверяющим Оплачивать нужно бы нам вдвойне, Что каждый полёт с проверяющим Оплачивать нужно бы нам вдвойне или втроем. А где вы устали чешские стихи? Не понял? А где вы устали чешские стихи? Нет, нет, ребят, я не могу, Я сделал там одну замену, Но у меня программа, Я не буду её менять, извините. В другой раз мы споём те песни. Ну подождём. Погоди. Приходите ещё, что называется. С радостью. Погоди. 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 Жить всё заново заставит Увидеть вас, и может быть, смешно Я не любил так ни одну из женщин Я к вам спешил, всё было так давно Мне было десять, а вам немного меньше Спасибо Следующая песня тоже про любовь И про вяз И про облака Антон, по облакам А в небе дождик моросит От самолёта тень скользит Облакам По облакам Неблагодарен я судьбе, что вновь Несёт меня к тебе Облакам Под облакам И благодарен я судьбе, что вновь несёт меня к тебе Под облакам Под облакам Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Спасибо Субтитры добавил DimaTorzok Как-то я так думаю, что прокатили бы разок человеку Или он может просто повышал героизм Человека, про которого он рассказывал Скорее всего, наверное, так А на самом деле вот это вот Летание на планерах Просто классное что-то Мотора нет, отказать Ничего не может Топлива нет Ничего не кончится Летай себе Пока не приземлишься Тем более, что если вот он Он как раз именно планирует Поэтому он не упадёт Он спланирует и нормально сядет Вообще Ну да, наверху надо как-то забраться По области повсюду льёт И только над решётами Играет синьё небосон Как будто здесь за что болит Погодка для летания Глаз И коршуны парящие Подскажут, где сейчас у нас Потоки восходящие Под облаком найду поток И в левый становлюсь вираж Сбираясь завитком виток Как будто на другой этаж И отрешившись от проблем Смакую ощущения Знакомого совсем не всем Свободного паренья Без шумного Без шумного и плавного Меж облаков скольжения Гигантской птицы планера Изящного движения И сердце радует простор И петь, конечно, хочется И не откажет вдруг мотор И топливо не кончится А у тебя Своя игра Купники Купники Собирание И Дела нет До планера До моего летания И помыслы твои просты Пока я был в паренье Но собирать успела ты На баночку варенья Спасибо Как это так Основано на реальных событиях И раз в это время Клубника была в самом таком разгаре И многое и спялое Так что жена время не теряла Ну и тесня тоже написана давным-давно Колпашевая Когда еще так вот После училища Первый год работал Ну вот Тоже основано на реальных событиях В общем Многое что изменилось И очень много чего не изменилось С тех пор Хорошо сантехнику И вот и проводчику Если что не нравится Можно всех послать А что же делать летчику Здесь пошлешь не очень-то Потому что летчику Есть чего терять И у нас примерно так Жизнь вопрос поставила Если сам себе не враг Сядь и не кричи Он начальник Ты дурак Основное правило Кто начальник Кто ты прав А ты вообще молчи А порой так хочется Крикнуть А пошел-ка ты А мы к нему Паучству Вежливые Шелковые Подбираем мы слова Хоть внутри клокочат все Ведь талонов только два А где купишь Если кончатся Ведь талонов только два А летать-то хочется Аплодисменты Аплодисменты Спасибо Аплодисменты В 2005 году мы С моим другом Борисом Анатольевичем Передиренко Ныне командир Аэрбаса Вот И когда Мы с ним вместе летали На 154 Я командиром Потом Мы вместе Переучивались на Аэрбас 350 И Значит Теоретическая Программа Здесь в Москве была А потом Уже на тренажер Мы поехали При городе Парижа Там Массив по лизу Такое местечко Там Тренажер И там проходил Эту Программу Обучения Уже практического Вот Ну и значит Когда в Париж приехали Это было дело В мае Вот Две недели И Борис Анатольевич придумал Даже строчку Я придумал строчку Для следующей песни Она будет Она, наверное, звучит так Мы прибыли в Париж Когда цвели каштаны Вот Я песню про Париж придумал Ну вот Эта строчка Она туда вошла только В качестве эпиграфа Итак Эпиграф Мы прибыли в Париж Когда цвели каштаны Дальше, как говорит Михаил Николаевич Жунецкий Следует произведение Никакого отношения Эпиграфу не имеется АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Попасть в Париж Мечта не всех, но многих Кто в нем бывал И кто в нем не бывал И хоть туда Ведут не все дороги Я на дно Случайно угадал В первых страхах Спешу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я думал Чем меня ты Удивишь Я ж сам не из деревни Из столицы Из Сибирской И все-таки Париж Он есть Париж У нас была Обширная программа Нам было нужно Быстренько успеть Во-первых Обалдеть от Наттердама А во-вторых От Лувра Обалдеть Потом бегом Вдоль набережной сены До Триумфальной арки Это для Чтоб потортать Траву Всенепременно На их На Елисейских На полях Потом я позвонил Своим домашним Ведь как-никак А все-таки Родня Привет Он говорил Прямо со Глевой башни Ну как вы там В Сибири без меня Картошку посадить Не позабыли Морковку тоже Стало быть живем А мы тут в Лувр Недавно заходили И Мону Лизу Видели живем Попасть в Париж Мечта не всех, но многих Кто в нем бывал И кто в нем не бывал И хоть туда ведут Не все дороги Не все дороги Но я попал Хоть даже не мечтал И находясь Под впечатлением Сильным Замечу, чтоб Закончить Разговор В Париже все Достаточно красиво Но с неграми И Богу перебор АПЛОДИСМЕНТ АПЛОДИСМЕНТ Спасибо. Я уже говорил, что можно делать отдельный концерт на тему роли плагиата в моей плотности. И, значит, одна из песен, где у меня такой двойной плагиат. Я просто, говорится, посыпаю голову пиплом, я сам это дело объявляю, чтобы меня не объявляли, не обвиняли, вернее. Ну, так вот получилось. Я сначала придумал мелодию, вернее, даже песню придумал, а потом думаю, что-то она мне напоминает. Я, кстати, не сразу узнал, где-то лет несколько прошло, когда я уже человек, когда мы записывали аранжировку, вернее, я говорю, слушай, я ищу, 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 мелодия мне что-то напоминает. Я точно знаю, что ее кто-то до меня придумал, как в том анекдоте. А вот, не знаю, он послушал, говорит, а это пахнет морем, которое Шефутинский исполнил. Ну, послушал, там действительно практически, ну, очень близко к тексту. А это, значит, по музыке плывет. А по тексту я вот, у Антона Павловича Чехова есть в письме к ученому соседу вот это выражение. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А я его маленько переделал, получилось, что не бывает некрасивых самолетов, потому что некрасивых самолетов не бывает. Похоже, да? Итак, песня про самолеты. Спасибо. Мы по небу, днем и ночью, а такая вот работа. Пусть не плачет, но завидует нам тот, кто не летает. Потому что мы летаем на красивых самолетах. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Белый плачет, снежный или серебристый лайнер, это что-то. Элегантин, грациозен, восхитительно прекрасен. И поверьте, красоту нельзя отнять у самолетов. Даже если в совершенно непривычный цвет окрасить. Вы поверьте, красоту нельзя отнять у самолета. Даже если в цвет зеленого горошка разукрасить. И не важно, дуполь Боинт или аэрбаз трехсотый. Посмотрите, как он рулит по перрону, как взлетает. И поймете, не бывает некрасивых самолетов. Потому что некрасивых самолетов не бывает. КОНЕЦ 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 Не бывает, не бывает. Спасибо. Спасибо. Вот когда я учился в училище, там была такая вот научно-исследовательская лаборатория, которая занималась психотбором, ну и, короче, психологией летной работы. Называлась она НИУ-3. Вот, и, значит, ну я вообще-то, если я вам расскажу все, что я там расскажу, то можно будет песню не петь. Поэтому я лучше спою, а если будут вопросы, вы потом зададите. Адамов Анатолий Евгеньевич. Ныне еще действующий пилот летает командиром, а вот когда-то мы с ним вместе учились, и он там в этой лаборатории тоже помогал по психологии. Поэтому я к нему с вопросами обращаюсь. Адамова Анатолий Евгеньевич. 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 Не банда и не кооператив А жутко комфотерный коллектив Живут одной дружной семьей Приходят на работу как домой Они про всех все знают, кто какой Они там изучают нас с тобой И мне вот непонятно до сих пор Как ты сумел пройти профпсихоткор Тут он меня, конечно, подцепил Но это дело я ему простил Я понял, что попасть мне нужно в НИЛ Я ж с детства психологию любил Я с детства стать психологом мечтал Но вышло так, что в летчики попал Но где б я ни был, где б я ни летал Мой интерес здоровый не пропал И как-то раз я в этот НИЛ зашел И крокодилов там я не нашел И как когда-то Цезарь говорил Я в НИЛ зашел, увидел, полюбил Не банду и не кооператив А этот гамфотерный коллектив И не беда, что не психолог я Психологи теперь мои друзья Спасибо Вопрос есть? Ну хорошо А когда мы через год после окончания училища Приехали в училище на отмечание годовщины Этого самого НИЛа Десятилетие Он, кстати, десятилетие отметил Там что-то буквально через год, по-моему Что-то его как-то закрыли Но праздник был действительно такой Очень веселый, интересный И появилась такая песня Слова Татьяны Тёмушка Она как раз была у нас преподавателем Она была руководителем вот этого Вот этой лаборатории НИЛ-3 Кандидат медицинских наук Ну вот К празднику Мелодию придумала я Вернее, даже получилось уже После праздника Ну, сейчас уже не помню, суть не важна Мы все в делах Больших и разных Живем кто в центре, кто в гуши Но выпадает в жизни праздник Наш общий праздник для души И мы сейчас неразделимы Как день и ночь, как свет и тень И время все непостижимо Слилось в один прекрасный день Когда поется, когда смеется И все на свете удается Нас как одна волна несет Мы можем все И если помножить добро на смех Любые задачи решаются И если радость делить на всех Она не уменьшается И если радость делить на всех Она не уменьшается Пусть кто-то скажет Сантименты Иное принято ценить Но эти светлые моменты Уже ничем не затемнить Печальный оглас не отвернуть Когда приходится проститься Но верим мы Когда-нибудь Все непременно повторится Когда поется, когда смеется И все на свете удается Нас как одна волна несет Мы можем все И если помножить добро на смех Любые задачи решаются И если радость делить на всех Она не уменьшается И если помножить добро на смех Любые задачи решаются И если радость делить на всех Она не уменьшается И если радость делить на всех Она не уменьшается АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо А, кажется, не так А, кажется, еще вчера Пилота биографии Я начинал по северам Советской географии Нефтьюганской стрижевой Узнали брата нашего Над Дым и Новый Уренгой Ноябрьск и Колбашева Абские берега, озера и тайга кругом Как кони-комары, ну точно не Атлантика Зимой сугробы врос, под сорок пять мороз потом Не сможешь позабыть суровую романтику А кажется, не так давно Мы только начинали жить Гордились тем, что нам дано Простор небесный бороздить И лучше синей формы той И богу в мире не было И гул турбин, и рёв винтов Опять манили в небо нас Кипело и цвело, а впереди вся жизнь была Хотелось и моглось с девчонками и песнями Казалось, не спеша вода в реке обитекла Казалось, в двадцать пять Так далеко до пенсии И были запахи острей И ярче были краски там А выше, дальше и быстрей Летать лишь предстояло нам И временем не дорожил Дней не считал беспечные Но кто же знал, что эта жизнь Такая быстротечная Играет музыка Играет музыка Абские берега Волода и тайга Кругом И небо на юге Не на конфетном фантике И сладкий дым печеной И ледоход весной потом Не сможешь позабыть Сибирскую романтику Спасибо А следующая песня называется «Паруса» Она посвящается... Мне повезло, у меня очень много людей В друзьях, которые Добиваются своего В общем, которые знают, что они это смогут И у них все это дело получается Вот Это руководитель планерного клуба Это решеты Володя Кочкин Это, значит, Сергей Менигов Директор Уфинского Вернее, Перушинского аэроклуба И многие другие В общем, вот И, в общем, эта песня им посвящается Она как-то... Вот сначала даже песня появилась А потом вот этих людей стало как-то... У меня в друзьях как бы пребывать Поэтому... Песня называется «Паруса» Ветру наполнять парусы Ветру наполнять парусы Вера наши силы умножит Верно, каждый выберет сам Сможет он или не сможет Верно, каждый выберет сам Сможет он или не сможет Стоит не бояться проблем Чтобы становиться сильнее А небо помогает лишь тем Сильным, кто решил, что сумеет А небо помогает лишь тем Сильным, кто решил, что сумеет Сильным, кто решил, что сумеет Знаю, будет трудно не раз Только я сумею, я знаю В жизни все зависит от нас Если мы за все отвечаем В жизни все зависит от нас Тех, кто за все отвечает Субтитры добавил DimaTorzok Ветру наполнять паруса Вера наши силы умножит Верно, каждый выберет сам Все, что он сумеет и сможет Верно, каждый выберет сам Все, что он сумеет и сможет Все, что он сумеет и сможет Все, что он сумеет и сможет АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Я уже говорил Как-то комментарии приходится повторять время от времени Ну, что лучше придумать не могу Когда что-то там, какие-то делаешь заявления, объявления Надо хорошо думать о том, что тебя, во-вторых, люди слышат А во-вторых, тебя там слышат И иногда Так, реагирует очень быстро на это дело Поэтому надо быть очень осторожным Если ты что-то заявляешь То ты либо это можешь сделать Либо, значит, если не можешь, просто молчи Или будь готов, что за свои слова придется отвечать Причем иногда неожиданно Вот когда-то я сказал, что Когда нас распределяли налетные группы И я так иду по коридору Чего меня в Багурславу не послали? Я бы про него песню придумал Мне совершенно туда не хотелось Ну, через полчаса мне уже объявили, что я туда лечу Причем взамен там должен был другой человек Но он был плотной А он пришел, значит, к своему наставнику-инструктору Как раз в нашей группе Весь такой взволонный, перепуганный Он говорит, да не волнуйся, я сейчас все решу Пошел, поговорил, говорит Ну, все нормально, что-то пацанас был А, кто Захар Фаев, я? Говорю, Руслан, готовь А я уже объявил, что если меня туда пошут Я про него песню придумаю Ну, естественно, я так пошел Я уже на эту предварительную не пошел Я пошел песню сочинять Ну, естественно, песня-то была такая Она такая с досадой написана Так что вот Ну, я вот на юбилей у Багурслана был Ко мне курсанты потом подходили Не курсанты, а даже летчики молодые Которые на концерт не попали А вы про Багурславу песню спели? Я говорю, конечно Они думали, что я это самое Хотя у меня был такой момент Пришлось объясняться Перед песней Ну, как, я не могу же И не спеть ее не могу Я должен объяснить, что Ну, это вот был момент досады На самом деле Там не бывает такое, что все плохо Там было очень много хорошего Я там познакомился с хорошими людьми Вот один из них Владимир Васильевич Мозговой Мой инструктор Ну, и не только он Я позвоню ему Да-да, привет мне передали Ну, вот такое длинное предисловие Потому что песня тоже длинная Когда мне сообщили Поверил я не сразу Не, ну надо же везение И где мой чемодан Из третьей эскадрильи Из этого маразма Нашелся ж добрый человек Послал Багурславу Говорят, что этот город Красивей любой столицы Говорят, заткнет за пояс Он Венецию и Ниццу Говорят, что все мы будем Обязательно гордиться Тем, что выпало нам счастье Там на летчиков учиться Над картой я склонился Но города не вижу Там нет Багурслана И нету Багульмы Я слышал это где-то В окрестностях Парижа Или чуть-чуть правее В районе Колымы Говорят, кормить нас будут В самых лучших ресторанах И роскошные отели Предоставят для жилья И хрустальную посуду Бани финские и ванны И купаться в Черном море Каждый день там буду я Как жаль, что все не могут Ты мне помог лишь случай И завистью понятной Друзья на нас глядят Там женщины прекрасны Как сказ, как самых лучших И все курсантов любят И замуж не хотят Угостят нас для начала Коньяком и шоколадом И летать мы будем в Лондон В Дели, в Бирму, в Тегеран Ну скажите только честно Ну что еще курсанту надо Нам в Актюбинске хреново Мы хотим куда Руслан А где хрусталь И чешское стекло Какой-то очень странный ресторан Куда это нас, братцы, нанесло? Че, вот это вот и есть, Богорслав? Одиннадцать нетесанных столов Посуды с железом, Боже мой А после угощения Ну просто нету слов И сразу очень хочется домой Где тут отель швейцарным открывает Свои вещички бросить нам куда? А это что, простите, за сарань? Ах, мы здесь будем жить Хоть это да Скажите А до моря далеко? Там вовсе я над вами не смеюсь Что добираться будет нелегко Ну ладно Я и душем перебьюсь Где женщины Коньяк Или шоколад Хоть что-нибудь тут есть? Скажите да Чего-чего? Какой еще в наряд? Серьезно Мы попали не туда Спасибо Спасибо Ну и спустя уже много лет Когда я все-таки Оказался в Бугруслане Ой, Бугруслане, говорю В Иране И там познакомился С Ансанычем Шипером А у него как раз Готовилась встреча 20-летие выпуска И вот он у меня Поскольку я с Бугрусланом знаком Он мне предложил Попросил Предложил написать песню Вот посвященную Эту выпуску Поэтому эта песня От его имени Как он в этом училище учился Потом работал инструктором А я был в Бугруслане И в Иране И в Тегеране Как у нас находила Эта самая Поговорка Когда Если спросит меня Мой внук Дедушка А бывал ли ты В Тегеране Я скажу Бывал Ну чок Раз, наверное, 500 У нас в рейсе были Машка Тегеран Два раза Утром-вечером Ну и И потом Всевозможные Закольцовки Я пошел по Тегерану погулять По широким шумным улицам его На меня здесь абсолютно Всем плевать Да и мне от них Не нужно ничего Бесконечными потоками машин Он гудит Как будто здесь Пчелиный рой И на фоне Освлепительных вершин Как гигантский Муравейник под горой А Тегеран Не похож На другие города Не похож На Москву И Магадан Отчего-то Когда Прилетаю я сюда Вспоминаю Всегда Бугуруслан Двадцать весен Пролетело С той поры Но глаза закрою Снова вижу я Городок Который звали мы Бугры Полевой Аэродром И первый Як И первый Мой Ознакомительный Полет С парашютом Два прыжка И первый Сам Кто бы знал Что полетать Мне повезет По таким Международным Адресам А Тегеран Не спешат Домой Двадцать весен Пролетело Двадцать лет Довелось Мне повидать Немало стран А сегодня Из Ирана Шлю привет Может помнишь Ты меня Бугуруслан А Тегеран Не похож На другие города Не похож На Москву И Магадан Отчего-то Когда Прилетаю я сюда Вспоминаю Всегда Бугуруслан Вспоминаю Всегда Бугуруслан Спасибо Ну Так вот Рано или поздно Все равно Наше время Подходит к концу Огромное Вам спасибо За то, что пришли Я всегда Наши концерты Или очень часто Заканчиваю Призывом И в этот раз Не будет исключением Я предлагаю Вам всем Давайте будем счастливы Давайте Ценить То, что у нас есть Давайте Радоваться Тому, что у нас есть И нам Будет Дано еще больше Давайте будем счастливы Сейчас Нам в этом Помешать никто Не может Поверьте Поверьте Что зависит все От нас Поверьте Потому, что солнце Поверьте Давайте будем счастливы всегда В любой момент и в каждое мгновение И радость разольется, как вода И небо нам подарит вдохновение Давайте будем счастливы всегда Давайте будем счастливы всегда Большое спасибо, что вы шли Я буду рад вас видеть снова на своих концертах Я желаю вам всем счастья Вот вы заметили, что я часто ошибаюсь Если вы хотите услышать эти песни без ошибок Приобретайте диски Не забудьте, что 8 мая будет концерт у Николая Анисимова Пока не знаю, да Пока не знаю, да Всего доброго